Сегодня в студии программы «Надо разобраться» гость Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, ведущий программы Григорий Кисель. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, по расчетам международных специалистов, национальное богатство Беларуси или национальное достояние оценивается, вот подумайте, 1 триллион 600 миллиардов долларов. Это без капитала человеческого. А капитал людей, то есть белорусов, оценится еще в 15 триллионов долларов. Что вообще входит в понятие национальное достояние страны? Это и недра, это и земля, по которой мы ходим, это и здания, которые расположены на земельных участках, это и оборудование, которое находится в зданиях, это и объекты интеллектуальной собственности, это и иные объекты гражданских прав. Их очень много. В Советском Союзе ходил такой анекдот про Беларусь, что территория Беларуси состоит из трех частей. Треть лесов, треть болот и треть картошки. Но на самом-то деле недра Беларуси в частности побогаче, чем недра Японии, Чехии, Бельгии, Голландии и так далее. Мы вообще чем там располагаем? Есть какой-то единый реестр полезных ископаемых Республики Беларусь? Конечно. И в отношении недр ведется соответствующая работа, и в отношении того, что на ней находится. Это на самом деле так. Республика Беларусь обладает богатым потенциалом, который надо грамотно использовать. Вы знаете, первые документы, земельные акты, были датированы 1398 годом. То есть я считаю, что, в принципе, служба, которую вы возглавляете, она уже тогда работала. А Госкомитет по имуществу в нынешнем виде создан в 2006 году. Каковы его функции? Предназначение, польза для экономики, для общества? В целом история суверенная. Комитет берет отсчет с 1991 года. А задачи комитета можно сформулировать так. Проведение единой государственной политики в области геодезии, картографии, земельных отношений, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, имущественных отношений, а также ведение соответствующих кадастров, регистров, реестров. То есть это, по сути, большая совокупность отношений, связанная как с получением информации из летательных аппаратов, обработкой этой информации, построение геодезической сети, управление земельными ресурсами, оформление документов в отношении тех объектов недвижимости, которые на ней находятся, и грамотное управление государственной собственностью. Со дня обретения Республики Беларусь независимости прошло 25 лет. Но еще не закончен так называемый единый регистр госсобственности или госимущества. В него там входят 850 тысяч объектов государственной собственности. Это что за объекты, что за регистр, и почему он так долго создается? Это комплексная задача, и этих ресурсов несколько. Вот есть единый реестр государственного имущества, он содержит уже информацию о 900 тысячах объектов. И данные эти пополняются. В целом, надо сказать, что... Это какие объекты? Это и здания, и сооружения. Это, в общем, в целом, сказать можно основные средства, которые принадлежат государственным организациям и акционерным обществам с долей государства. Сейчас каждое ведомство в стране, оно любит козырять международными рейтингами. По оценкам Всемирного банка, Беларусь находится на седьмом месте по критерию регистрации недвижимости. Рядовые белорусы, которые постоянно сталкиваются с этой регистрацией, они разделяют точку зрения Всемирного банка? Или у нас по-прежнему советская БТИ, большие очереди, куча справок? Очередей уже нету. Вместо замечаний во многих случаях люди оставляют благодарности о работе, что очень приятно. Но в целом вопрос, конечно, в том, чтобы сделать для людей процедуру оформления прав на недвижимое имущество комфортной, чтобы они не чувствовали тех технологических вопросов, которые приходится решать уже внутри. На сегодняшний день человеку достаточно прийти дважды. Сегодня любой человек, независимо от местонахождения недвижимости, может прийти в центр, в бюро по регистрации, либо филиал по месту своего жительства, подать документы. Из-за него всю работу наши подразделения сделают. Ему не надо будет ехать уже по месту нахождения домика жилого или садового домика. Он второй раз придет туда, куда он подал документы и заберет готовые. В Беларуси большая доля госсобственности в экономике. Некоторые либеральные экономисты утверждают, что вообще государство должно оттуда уйти. Хотя статистика говорит о том, что, например, в Западной Европе в среднем доля государства в экономике 40%, в Штатах 30%, у нас 70%. Наверняка проблема состоит не в форме собственности, а в формах управления этой собственности. Согласен, потому как есть и иные примеры, когда доля госсобственности растет. Вопрос в эффективности управления. Действительно, важно не только знать, чем ты обладаешь, но важно правильно им управлять, для того, чтобы то, что у тебя есть, давало максимальную отдачу. Поэтому этому вопросу мы уделяем самое серьезное внимание в деятельности комитета. И здесь есть ряд направлений работы. Это и оптимизация самих структур в плане создания холдинговых образований. Это и распределение грамотных объектов между республиканской и коммунальной собственностью в интересах, опять же, государства. Это и вопросы, связанные с передачей части несвойственных функций на так называемый аутсорсинг. То есть, если принадлежит предприятию один трактор, и он этим трактором пользуется два часа в рабочий день, то проще такое подразделение, такой трактор отдать специализированному предприятию и заказать соответствующую работу. Это в конечном итоге окажется для предприятия дешевле. Это и вопросы, связанные с совершенствованием самого процесса управления внутри акционерных обществ с долей государства, повышения требований к представителям государства, повышения их квалификации, образований, установления им соответствующих заданий, мотивации, заинтересованности в результатах своего труда. То есть, тут масса моментов, которые надо решать и с которыми мы работаем сейчас. Ну, как правило, когда говорят об эффективности управления собственностью, имеют в виду ее приватизацию. Неоднократно президент высказывался в том духе, что она должна быть, но должна быть адресной, должна быть открытой, конкурентной. И самое главное, эффективные, рентабельные предприятия продавать смысла вообще нет. Кто у нас определяет, что можно продавать, по какой стоимости, в каком порядке и кому? В целом, решения принимаются о приватизации главой государства, а готовятся предложения уже, соответственно, либо республиканскими органами государственного управления, либо начинается работа на местах. Если акции находятся в коммунальной собственности, тогда вопрос также вносится потом на согласование главе государства для принятия соответствующего решения. Согласовывается с президентом все предприятия, даже вот такие, или же есть какая-то градация? Все. Решение о продаже акций, принадлежащих от республики Беларусь, идет по решению главы государства. Приватизация-то не панацея от всех бед. Мы же знаем, например, опыт Прибалтики. Все предприятия, которые были там приватизированы, закрылись. Доля промышленности в структуре экономики Латвии упала вдвое после приватизации. Доля сельского хозяйства в Литве, Латвии и Эстонии упала многократно в структуре экономики. 70% экономики Эстонии скуплены иностранцами. Мы как-то учитываем вот эти негативные последствия, когда решаем вопросы о приватизации госсобственности Беларуси. Мы активно также изучаем международный опыт и страимся на те ошибки, которые получились в деятельности наших соседей, уже в целом их не повторять. У нас тут есть большой сосед, там тоже была своеобразная приватизация. Вы, наверное, помните, президент России Борис Ельцин говорил, что нам нужны миллионы собственникам в России, а не горстка миллионеров. А на выходе получилась горстка миллиардеров. Чубайс утверждал, что за один ваучер можно купить два автомобиля «Волга». А на самом деле за один ваучер давали две бутылки водки. Как нам избежать повторения вот этого печального опыта? Мне кажется, у нас уже все сделано для того, чтобы таких последствий у нас не было. У нас грамотно выстроено в целом законодательство. Есть, конечно, вопросы, над которыми надо поработать. И мы вносим, готовим предложения и по совершенствованию отдельных моментов, связанных с корпоративным управлением внутри общества, как раз для того, чтобы повысить эффективность и чтобы собственник, а во многих обществах действительно собственник государства, получал справедливый доход по результатам деятельности этих обществ. Госкомитет по имуществу, которым вы руководите, провел анализ работы 109 предприятий, которые за последние 4 года были приватизированы. Во-первых, все понятно, что никто из них не пользуется господдержкой финансовой. Это частные предприятия. 62% этих предприятий работают рентабельно. Ну, 38 еще в убытках. В то же время растет число паблик, заводов, госсобственности, которые постоянно требуют государственной финансовой подпитки. Может быть, нам стоит более активно избавляться от нерентабельных производств и сходсобственности, передавать вины и формы собственности? Все надо делать с умом. И часть акционерных обществ возможно передать в коммунальную собственность, соответствующие наработки по этому вопросу ведутся. Сейчас обсуждаются вопросы с областными исполнительными комитетами в этом направлении. Но в целом смотреть надо на вопрос и повышения эффективности работы внутри общества, повышения заинтересованности в получении положительного результата. Занимаемся вот в этом направлении также работой и приглашаем специалистов. И сами, что мы знаем, стараемся донести до работников соответствующих государственных и не только структур, приглашать те общества, которые уже имеют хороший опыт корпоративного управления в плане того, что они показывают по итогам эти общества хорошие результаты. Многие из этих обществ находятся и в частной собственности. Есть, соответственно, общества, много их достаточно, акций которых принадлежат государству. И мы стараемся донести вот этот положительный опыт до остальных для того, чтобы действовать в этом направлении слаженно и более эффективно. Каждый год, я так понимаю, составляется какой-то список предприятий, которые, возможно, будут продаваться. Соответственно, выставляются условия продаж. Мне кажется, что зачастую условия продаж просто отпугивают на начальном этапе потенциальных инвесторов. Вот вам пример. Могилевых и Молокно. Большое предприятие. 7 тысяч работающих. И условия продажи возможны. Следующее. Необходимо там инвестору вложить в предприятие 350 миллионов долларов, построить такую-то линию там нетканых материалов, линию кровельных материалов, такая-то стоимость, такие-то сроки и так далее и тому подобное. Мне кажется, ни один человек, имеющий такие деньги, на какие-то условия, он не пойдет. Может быть, он за 100 миллионов этот завод модернизирует. Я думаю, что в государстве должно стоять условия другие. Это занятость. Это не уменьшение, увеличение заработной платы. Это объем отчислений в бюджет. И пусть им клепает, что хочет. Главное, чтобы он не выгонял людей, платил налоги, платил зарплату. Почему мы так вот обременяем инвестора какими-то своими расчетами? Ряд вот этих условий, которые включены для потенциальных инвесторов сегодня в этот список. А тут надо понимать, что список – это не план. У нас нет плановой приватизации. У нас рассмотрено, может быть, любое акционерное общество для приватизации, если это соответствует интересам государства. Это такой рабочий перечень для работы, возможной в текущем году, для того, чтобы быть более подготовленным для принятия соответствующих решений. Передача госсобственности или продажа – это же не панацея. Есть очень много эффективных госпредприятий, но тут мы сталкиваемся с менталитетом управления, может быть, с народным менталитетом, с какими-то традициями и так далее. Есть более мягкие формы передачи госсобственности – доверительное управление, длительная аренда, концессия. Мы по этому пути пойдем? Идем, и в отношении передачи тех же участков, недров проводится соответствующая работа. И в отношении доверительного управления процесс начат, к сожалению, пока он не получил широкого распространения. И пока мы тоже ищем инициативы в отношении такого способа вовлечения имущества в оборот. Но дорогу осилит идущим. То есть мы говорим о том, что государство, не теряя своей собственности, просто отдает им в более умелые руки или в более умные мозги. В конце есть это длительная аренда, доверительное управление, но это и есть управление. Беларусь постоянно как-то упрекают или критикуют о том, что мы застыли где-то в советском времени. Но статистика говорит о другом, о том, что за 20 последних лет у нас реформировано в Беларуси 4630 госпредприятий, больших и малых. Это что за реформы произошли, которые, может, кто-то и не заметил? Речь идет во многом об акционировании ранее существовавших унитарных предприятий. Что это дает? Это дает возможность наряду с выстраиванием определенных систем управления в этих обществах быть готовыми к приему инвестиций, к поиску инвесторов и работе с инвесторами в целях развития этих структур. Чтобы люди понимали, акционирование – это не продажа, это просто отделение на части какого-то предприятия. Вот такая часть предприятия стоит вот этого акции. Акции, часть этих активов может быть размещена на биржах, могут быть привлечены средства под эти акции. В целом может быть привлечен инвестор, в том числе стратегический, данное общество. Мы говорим о работающих предприятиях. Вообще кто-нибудь считает, анализирует, суммирует то, что не используется. Вот госимущество, которое не используется. Пустующее здание, сооружение и так далее. По данным того же реестра государственного имущества, в собственности государства находится порядка 120 миллионов квадратных метров зданий и сооружений различных. не используется порядка около 2%. 1,8% – это миллиона 2 квадратных метров. И постепенно это количество метров уменьшается. Хотя что-то высвобождается, появляются новые объекты, но в целом эта цифра остается такой вот относительно небольшой. Может быть, не все отчитываются, что не используется. И такое, к сожалению, тоже есть. Ситуации нельзя сказать, что они носят массовый характер, но встречаются и такие явления. Ну вот в Китае, например, предпринимателям, которые занимаются производством, не продажей, там купил-продал, купил-продал, а производством, там у них арендная плата площади на госпредприятиях в 5 раз ниже, чем для иных производителей. Мы как-то к этому вопросу подступали, чтобы создать такую льготу нашим производителям? Все вопросы, связанные с арендными отношениями, урегулированы в комплексном одном акте. И этот акт позволяет решать эти вопросы в совокупности. Устанавливать и понижающие коэффициенты от 0,5, и повышающие до 3 в зависимости от различных факторов. Поэтому у арендодателей на сегодняшний день есть масса возможностей для того, чтобы применять вот эти коэффициенты как раз в зависимости от конкретной ситуации и стимулирования тех или иных групп арендаторов. Территория Беларуси имеет определенные контуры. Мы карту смотрим и видим определенные контуры. Технически ваш комитет или вообще страна, она уже способна каждый клочок земли зарегистрировать, внести какой-то реестр, чтобы все было понятно. У нас нет мест, где не ходила много человек. 21 век – век информационных технологий. Мы стараемся как раз эти информационные технологии применять для того, чтобы правильно и эффективно управлять этим имуществом, включая землю, наше основное природное богатство. Сейчас проводится комплекс работ по завершению оформления правоудостоверяющих документов на сельскохозяйственные и лесные земли, которые у нас существенный процент площади составляют территории республики. А даже те земли, которые не зарегистрированы по каким-то причинам, они все все равно учтены, они являются объектом, соответственно, налогообложения, и государство знает, кто, где, какими земельными участками владеет и, соответственно, принимает соответствующие управленческие решения. Даже благодаря техническим новшествам, вот эти ссоры между соседями за межу, как раньше было, то, где поставил забор, они прекратились, потому что существует некая спутника-съемка, которая до 5 сантиметров устанавливает пределы этих участков. Совершенно верно. Вот в прошлом году глава государства поддержал, и в Республике Беларусь появился уникальный современный аппарат, который позволяет делать вот такого качества снимки, соответственно, создавая потом на базе этой информации всю иную пространственную информацию, включая решение вопросов, связанных с геодезическим обеспечением и обороноспособности безопасности государства, и решение отраслевых различных вопросов, и решая вопросы... То есть и военные карты, вы хотите сказать, да? Любые, любые. Ну, подробностей не надо. Конечно. Конечно. Но самый широкий спектр возможностей решается сейчас. Две части нашей беседы – это темы, что делается для людей, по части регистрации, удостоверений и так далее и тому подобное, и для экономики. Очень важная служба, очень важное ведомство. Я желаю, чтобы у вас были только успехи. Всем доброго. Спасибо за беседу. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова